Вот такое 1 апреля 2022 года. Гастомель. Здесь побывал русский мир. Больше никаких предложений говорить не надо. Это просто ужас. Это наше здание. Вот здесь я 29 лет проработал. Каждый день на работу. Честно говоря, даже больничного не брал до 22 февраля. Снаружи имеет никакой вид. Внутри еще хуже. Все разграблено. Ни документов, ни сейфа. Ничего. Машины тоже не нашел. Что это значит? Это значит, пришел русский мир ко мне на работу. Вот именно такой вид он и имеет. Как бы и нет. Естественно, надежды на то, что документы остались. Никаких нет. Это наш предбанник. Здесь сидели. Это Андрея. Кабинет. У него краще. Да, да, да. У него значительно. А, у него типа стол. Портрет. Да, Балабуев. Сейф скрытый. Сейф скрытый. Сейф скрытый, да? Да. А, ну все. Все понятно. Ну вот сейф же, видишь, он скрыт. Ага. То есть он взламывался. Мародерствовали по-настоящему. Без вариантов. А это наш штаб. Вот он. Родной штаб. Даже тут копаться искать. Бесполезно что-либо. Если у меня все сгорело, то здесь просто разруха. Сейф, который весит непонятно сколько килограмм. Пытались, 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 пытались. И не вскрыли. Микроволновка осталась. Удивительно. Микроволновку не украли. Это коридорчик. Здесь. Боишный. Классик один. Здесь. Второй. Боишный. Все нормально. Здесь. Третий. Боишный. Ну, наверное, все по уносили. Все наши. Айпедики. И все остальное. Идем в комнату отдыха. Так, что тут у нас. Тут. Небезпечно. Там какие-то проводы идут. Все, все, все. Не лезем туда. Ну, его. Да, вот. Значок. Столы. У нас была куча фотографий самолетов. Все поснимали. Не оставили ни один. Видишь? Такие эстеты. Им очень нравились фотографии наших самолетов. Говядина. А, и вон полыли. Разжигали какой-то. Грели что-то на этом импровизированном костре. Тут что-то. Ну, да. То есть погуляли. Ну, да. Военторг. Опять Военторг. Военторг. Вот тут мы проходили медосмотр перед каждым вылетом. Там Чемров сидел. Здесь тоже такой кабинетик был. Здесь более-менее целое осталось. Ну, в таком виде. Ну, в общем. И вот такой вид. Самая крайняя комната имеет. Что можно сказать? Вот это все называется. Пришел русский мир. Русский мир приблизительно имеет вот такой вид. По-другому у них не получается. Остатки от машин. Все разграблено. Эти колеса. А дальше еще хуже. Тут дальше все сгорело. А моей машины просто нет. Вот физически нету. Я даже не знаю, где она. Ну, богато не жили. И нечего начинать. Вот корпус. Вот там у нас комната отдыха на четвертом этаже. Метео. Доктора. Диспетчерский пункт. Все значительно. А тут убитая техника. И створка ворот. Ну, наверное, оттянули. Действительно, специально оттянули. Чтобы можно было заезжать туда. Стоим и думаем. Что здесь кто-то есть. А это ветер гуляет. И остатки от ворот скрипят. Здесь был супер пупер педлога. Это зеркальная такая. Ну, это МИ-24 по всей видимости. Не, 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 не. Да, да, да. Не видно, да. ВКС России. Смотрите. Рашисты. Узнаете свой вертолет? Так будет с каждым. Ну, что. Добрались до нашего флота. На этом самолете я еще 18 февраля прилетел из Лейпцига. Ровно за 6 дней до войны. И вот все, что от него осталось. Вообще нету. Вообще ничего нет. Это 74. Двигателей нет. Фюзеляжа нет. Салона нет. Салона нет. Это переднее колесо точно. Хвостовое оперение и передние колеса остались живы. Тоже шьет крыло с двигателем. Какое непонятно. Я не знаю, откуда оно здесь. Вот 132. Крыло убито. Фюзеляж. Фюзеляж весь прострелян. Двигатель весь. Винт. Есть повреждения. Вот. Вот повреждения. Вот. Вот. Воздухозаборник с дыркой. Александр бесстрашно пошел смотреть самолет. Потому что пилот. Ана 132. Весь в дырках. Весь. И стекло. Боковое. И сюда. Обережно. Ёберная тетя. Ну что. И вот Ан-22. Без винтов. Но. Сначала хотел сказать. Без видимых повреждений. Вот. Поворачиваем. Смотрим. И видим. Повреждения все таки есть. Тоже. Вопрос. О дальнейшей эксплуатации. Вот повреждения. И видим сверху фюзеляжа. Тоже розочка. Из обшивки. Обшивка пошла в гору. И удар пошел сюда. Понятно. Видите. Воно ж туда раскрылось. Ну да. Да. Как-то интересно. Ну в общем. Вот. Вот эта дыра здесь. И по фюзеляжу. Сзади вроде бы цело. Угу. 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 Сейчас. 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 Ага. Шейн. Вроде. В кабине вроде все целое. Угу. 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 Тут у нас радист. Здесь инженер по электрике. Ого. Да. Это хорошо пролетело. Прямо. Около центроплана. Ну и дальше идем. Ан-26. Ан-26. Тоже недавно. Ну или в качестве пассажира. Единственное. Летал на нем. Вот. Даже хвостика не осталось. Это наша. Вторая. Скорая. Повторка. Помогала. В различных ситуациях. Меняли экипажи. Возили запчасти. И вот. Что. От него. Осталось. Ни-че-го. Вот так. Гибнут. Самолеты. Ладно. Пошли первому. К нашему. Главному. Да. Мама. А это тоже какие-то. Тоже. Боевые машины. Ага. Так. А чьи? А. Думаешь наши? Ааа. И мотор. Чис. Поднимали моторы. Там. Вроде ничего не было. Пошли сюда уже. Разошли. Зайдем. В начале. Мре стоит. Пошли. Так. Аккуратно. Смотрим под ноги. Ёк. Ёк. Макарёк. Ну что могу сказать. Хреновато. Но. Жить будет. 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 Не не не. Они сняли. Он же видишь в полно разобранном состоянии. Сейчас. Пулями побит. Видишь. Ты понимаешь. Тут хоть как это не банально говорят. Тяжело. Это. 148. 148. 148. 148. На больших регламентных работах. Да. Дырок хватает. Дырок хватает. Побито. Так. Довольно прилично. Вон и панели все в дырках. А сверху. 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 А это вторая. Нет. Это Руслан. Панели. Да. То есть. Ой. Дивиться. Сколько тут пролезло. Ось. Ай-яй-яй-яй. Да. Да. И горел. Да. Пошли. Аккуратно. Под ноги. Смотрим. То есть. Смотрим. Да. Ну это. Обшивка. Ну. Да. То есть. Будет тяжело. Ну видишь. И. Вертикально. Горизонтальное оперение. Немножко. Вот. Краешек. Горел. И здесь. Очень сильно побито. И. Тоже. Горело. Вот. А. 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 Ну. Ну. В принципе. Тоже. Постреленная. Немножко. Но. Ну. Надо. Это. Смотреть. Надо. Смотреть. А. А. Это. 009. Возможно. Ну. Это. Ан. 124. 100. М. Тире. 150. Это. И. Модернизированная. И. Усиленная. Под. Тяжелые. Грузы. Ну. Ты видишь. Очень. Конечно. Да. Ага. Мама. Дорогая. Что-то отвалилось. Упала. Какая-то. Запчасть. Ну. Да. Потолок. Весь. Угу. Ну. Что. Пойдем. Пошли. Что. Гильза. Да. 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 Они же залетали. Вот через эти дырки. И. Пошли нам в Рию смотреть. Пошли. Вот. Есть. Проход. Пошли здесь. Угу. Так. Аккуратненько. Аккуратненько. Смотрим. Идем. Вот отсюда снимала. Та россиянка стояла. Да. Кстати. Я что могу сказать. За это время. Крыло. Ну. В общем. Опустилась. За это время. А. Так. Хвостовое оперение. Смотри. Все. Ушло. А. Оно опустилось тоже вниз. То есть. На месте. Ну. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Так. Смотрим подножки. Смотрим подножки. Смотрим подножки. Сесны. Или кто они такие. Ну. Да. Стоят себе и стоят. Вот. Ну что. Фух. Держи не надо. Да. 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 Есть. Ну. Я смотрю что. В общем. Ну. Крыло одно. Это можно использовать. Левое полукрыло до центроплана. С центропланом. Он цельный должен быть. Там балка единая идет. Поэтому уже. Ну. Единственное. Три двигателя. Эти да. Эти можно. Будет использовать. Эти можно. Эти можно. Эти можно. Ух ты. БМК. Да. Екась. из 2 ряда колес выгорели ну что пошли здороваться да шо привет самолет это ужас да да я так сказать чуть лучше чуть лучше думал что ситуация да то есть с этим экземпляром ну что мы сейчас давай пойдем к основной части кабина да кабина 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 сама по себе сейчас я секунду скажу кабина вот тут вот вот тут кабина вот она вот тут вот в этом всем вот это где-то тут кабина ничего нету да еще нет ну двигатели 3 штуки это да это нормально потому что сами смотрите что с тем двигателем это уже ничего и там только может быть шестой двигатель может быть да но стойки стойки шасси по крайней мере 5 стоек шасси наверное можно будет использовать наверное это опять же комиссия все решит и определит и все сделает естественно это это уникальное их нигде сейчас не делают то есть если что заказывать это по новой надо производства делать по новой это такая серьезная работа поэтому ну что здесь закрылки все целые то есть их они может предкрылки да и литачок петримов мрию самый маленький литачок петримов самый маленький литачок петримов можно сказать подставил плечо старшему брату сто процентов хорошо самому великому потому что старший брат у нас да ассоциируется извиняюсь с расистами к сожалению да нет у нас братьев больше тех так что да и действительно а так бы лежало крыло на земле а так да чуть-чуть да сохранилось да не не так керосин все таки потихоньку вытекает из крыла я так понимаю ну как только вернуться вернуться я думаю в первую очередь займутся съемкой двигателей потому что это ну да ну вещь узеляш тоже весь побит хвостовое передние тоже передняя кромка сейчас подойдем поближе посмотрим что-то попало в нее вот переднюю кромку да 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 это что-то пролетело но оно пролетело ну где-то здесь ну ничего не понятно что то есть вот такая вот такое повреждение ну и много-много пулевых отверстий конечно везде все по пробито все пробито и фюзеляж пробит но хвостовое оперение я думаю что да оно возможно будет использовано вот и пойдемте смотреть есть самая главная деталь на этом самолете она сохранилась но она должна была сохраниться в любом случае сейчас показываю где-то здесь нет не это а вот ну тут надо подлезть будет сейчас секундочку стоять ну этот как его не сгораемая это плитка титановая а вот вот она вот она и есть сейчас сейчас снимите это всегда невзирая какие разрушения не получит самолет всегда остается возможность посмотреть а что это за самолет был когда произведен и какой его серийный номер ну потому что да так так смотрим а здесь шайба правая повреждена и ну и немножко побита меньше с этой стороны немного меньше ну и смотрим ну шестой двигатель может быть будет пригоден потому что эти сильно выгорели и 4 стойки шасси вроде бы приемлемы к использованию 5 ну она же третья вроде бы тоже первая вторая чуть-чуть выгорели но опять это специалисты должны разбираться двигатели двигатели здесь тоже может быть лопатку вентилятора можно хотя вот и вещи сюда повреждения залетали одна лопатка разбита какие-то осколки валяются этот двигатель ну возможно возможно шестой но так ничего хорошего ничего хорошего ну вот спрашивали где кабина вот кабина вот все что от нее осталось мы видим стекло правого пилота вот это командирское чуть выше стекло и все и больше ничего и полная разруха к сожалению и и и и и